Рустам, с какой силой? Мы три дня готовили. Два дня, да? Два дня и только сегодня вот эта процедура из глубины. Еще поработай, повыдавливай. Значит, что с тобой случилось в двух словах, расскажи. Сейчас? Или вообще? Нет, сейчас. Гири поднимал, брат. И что потом получилось? Спазм почечный. Головы окружения начались. А перед этим что было? Спина тянула очень сильно. Долго не мог ходить, прогулки пешком. Да, сегодня у нас третья процедура. После первой процедуры что? После первой процедуры сразу облегчение было. Сутки держалось. Сутки держалось. Потом мы готовили и вот сегодня... Потому что, что это за метод? Некоторые говорят, это что-то необычное, действительно необычное. То, что я делаю, не делает никто в мире. Даже близко. У меня вчера я дочку носил. Чуть-чуть боль была в спине, как бы... Но это все... От тяжести, да. Но ситуация какая? Но потом, когда я ее оставил... Легче стало. Через 15 минут у меня заново в состоянии легкости появилось. Да, но это все чепуха по сравнению с тем, что сегодня будет. И вот теперь тихонько я снимаю эту вещь. Сейчас увидите, что произойдет. Вот такой у нас рецепт. Вот такой у нас рецепт. Результат. Вот оно. Оно даже не двигается. Вот это кровь не застывшая. А вот это... Это тот сгусток, который у него держался несколько лет. И если его не убрать, то значит ухудшается кровообращение в этом месте. Снижается иммунитет. Потому что вот здесь еще полно инфекции. Вон. И вот видите, как тянется. Тянется как червяки оттуда. То есть сколько мы с тобой выдавливали? С какой силой? Потому что даже выдавливать это нужно с большой силой. То есть просто банка не возьмет. Хиджамы слишком слабые и поверхностные. Обезболить это место. Видите, что вышло? Вот он. Кусок. Как кусок печени. И вон он тянется. Вот червяки тянутся оттуда. И поэтому только подготовив, сделав сильнейший массаж по сухожилиям, связкам, суставам, получается вот такой результат. Сейчас мы вам покажем, что из него вышло. Эти куски, они попадают и в легкие все. Если это не убрать, то риск заболеть коронавирусом, риск осложнений. И следующее. Если такие куски, то тогда и лекарство, и прививка не дойдет. Вот это не даст пройти. И вот сейчас состояние, что стало? Голова светлая. Голова светлая. Потому что уходит интоксикация. Потому что уходит спазм. Потому что вот это, это отнимает силы, иммунитет, риск, тромбоза и ухудшение кровообращения в легких. Вот оно. Рустам, сейчас как ощущения? Сейчас отлично. Плечи выпрямились. Легкость. Эта сторона не тянет. Так. Ну-ка, покажи то упражнение, которое ты делать не мог. Проверочное. Вот сейчас он у нас... Проверочное. Вот. Так. Гантели в руки. Так. 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 Они в разновой вышли. Все. Тем более у нас спортсмен. Занимался водным полом. То есть, практически, ты у нас водное поло был в сборной? Да. Два раза. Союз брали. По инию. Да ты что. Ну так... С водным полом у меня еще никого не было. Так что это супер вещь. Ну это... Пока в школе учился. Когда в школе. Ну все равно, сколько лет водным полом занимался? Лет десять. Лет десять. Ну и вот сейчас ощущение свободы и в позвоночнике. И все. Потому что здесь подвывих был еще и в плече. Встал. Слышал щелчок. И все. Потому что мышцы эти не пускали. Зажатая вот этой сгустком мышца, она спазмирована. И она уже не работает. Она работает... Она все время вот как накачанный шланг. Она не может расслабиться. И не дает возможности работать нормально. И держит подвывих. То есть не дает плечу нормально работать. И второй момент. Сколько мы с позвоночником работали. Сегодня позвоночник сломается. Вот он и сидит даже по-другому. И ощущение другое. Да. 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 Голова нормально. Кручится. Голова. 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 Голова.